всем привет вы на канале всяко-разно из китая и сегодня вместе с вами хочу распаковать и посмотреть на сие чудо которая называется по китайский юсб си мультифункциональный адаптер а в простонародье это юсб хаб с type-c ну что же давайте распаковывать смотреть чем он интересен и в чем у него преимущество перед обычными хабами сейчас я вам попытаюсь рассказать коробка выглядит следующим образом фирма кстати югрин которая занимается производством и отличнейших кабелей для смартфонов для всего чего хотите в общем то фирма занимается своим делом и у нее это очень хорошо получается модель cm 179 большое количество характеристик которые здесь указаны давайте распакуем посмотрим что внутри на внешний вид для начала до достаем так все коробка пустая идет инструкция сам хаб вот такой и все давайте его вытащим посмотрим ну да в принципе один в один как на картинке алюминиевый корпус у продавца есть разные модели есть 6 17 18 19 1 и 10 1 именно этот вариант у нас давайте посчитаем на раз два три 4 5 6 7 8 9 10 этот хаб у нас 10 1 в основном этот хаб предназначен для макбуков то здесь идет разъем не юсб тайп си идите и если вам вдруг по каким-то причинам вашем макбуке не хватает каких-то разъемов вот такой хаб вам поможет просто подключаете его к ноутбуку и вас появляются дополнительные 10 разъемов первый разъем идет rg 45 он предназначен для подключения кабеля интернет второй идет видео порт можно подключать монитор телевизор проектор далее идет у нас hdmi то же самое можно подключить телевизор все что угодно на этой части видите есть разъем под sd карточку и также есть разъем под micro sd карточку на другом торце есть юсб си это для того чтобы можно было подключать зарядное устройство дальше здесь видите три порта юсб они идут 30 то есть можно подключать как флешки мышку клавиатуру ну все тому подобное также есть 35 разъем для подключения гарнитуры так как у меня нет макбука я буду использовать его на обычном windows пока я хочу я приобрел заранее вот такой переходничок так как в моем пока нету разъема тайп си а есть просто юсб я купил на алиэкспресс вот такой маленький разъемчик он металлическом корпусе выглядит так добротно и как видите сюда вставляется тайп си то есть наш разъем таким образом что давайте проверим как он работает так друзья загвоздочка у нас не получится у нас снять полный обзор так как мой персональный пока отказывается видеть это устройство через я не знаю в чем проблема может проблема в этом переходнике но как видите у меня еще один есть 71 вот такой вот мульти функциональный адаптер здесь раз два три 4 5 6 7 то есть он немножко дешевле но опять же тут разница всего лишь в одном парке получается это у нас видео и все здесь все то же самое кроме виджай но и чуть меньше юсб портов потому что здесь всего лишь идет два юсб порта 3.0 но также идет sd карта микро sd карта для зарядки hdmi выход и подключение кабеля интернет ну а так принципе они не особо чем-то и отличается единственное вот у этого загорается белый индикатор при подключении и все и больше никаких реакций не происходит здесь никаких светодиодов нет он более маленький компактный и такой принципе для обычного пользования для дома вот этот самый раз этот более расширенный получается он больше подойдет для людей которые занимаются какими-то обучающими программами либо какие-то опять же повторюсь конференции проводят рассказывают людям показывают вот вы подключили к вашему макбуку подключили сюда либо по вга кабелю монитор либо проектор как я говорил и можете транслировать ваши какие-то задумки на большой экран либо на полотно на котором будет отражаться проектор но опять же если у вас тот же телевизор до подключается через hdmi то в принципе вам такая бандура уже не пригодится вам хватит всего лишь вот такой маленькой маленький хаб приобрести и также можно будет подключать какой-либо монитор для того чтобы показывать что-то людям также можно подключать их к смартфону давайте вместе с вами сейчас попробуем это сделать берем ugreen вставляем смартфон видим загорелся светодиод подключаем флешку любой usb переходим в проводник появилась надпись usb накопитель подключен нажимаем показывают системные файлы флешки и вот на этой флешке у меня видео то есть можно просматривать какие-либо видео также можно скидывать на эту флешку свои фотографии что-то еще и пользоваться вообще без проблем как я и сказал что не смог подключиться да я не к телевизору не к монитору не компьютеру все из-за того что я не внимательно прочитал как и все мы не любим читать инструкции специально есть таблица сейчас вы ее увидите на экране именно здесь указаны системы и те смартфоны которые смогут поддерживать этих хабы поэтому перед покупкой обязательно прочитайте если ваша модель отсутствует то лучше не приобретайте столкнетесь с проблемами хабы выполнены качественно не очень понравились исполнение и вообще в руках лежит алюминий холодненький у продавца найдете более подробную информацию которую вас может именно вас интересовать по этим хабом поэтому ссылки под видео спасибо за то что посмотрели ставьте лайк и подписывайтесь на канал увидимся в следующих видео пока пока и и и